Женщина и цветы Существует этот красивый обычай Тарить женщинам цветы Как выражение своих чувств Но, к сожалению, в наше время Этот обычай стал уходить из жизни И цветы женщинам тарят все реже И многие женщины жалуются Что мужчины перестали тарить им цветы А также появились ужасные мужчины Которые считают, что поскольку секс нужен обоим То никто никому ничего не обязан И они, женщины, ничего не обязаны В том числе дарить цветы И подарки, и так далее Конечно, когда в отношениях нет любви А есть только желание секса И когда на женщину смотрят не как на любимого человека А как на инструмент для секса И желательно на халяву Тогда, конечно, цветов женщинам не дарят Если нужны отношения для секса Для этого есть определенные женщины Они называются проститутки Пожалуйста, идите к ним Ах, им платить надо А эти мужчины хотят секса на халяву Чтобы еще и бесплатно Это желобные И от них надо бежать подальше И пусть они останутся одни Со своим желобством И со своей глупостью Потому что женщине Нормальной женщине Секс без любви не нужен И секс для нее не причина отношений И не цель отношений Цель для нее – любовь А секс – это так, приложение И секс без любви Ее никак не устраивает Только в комплекте Поэтому от мужчины Она хочет доказательства любви И ей совсем не нужно Чтобы мужчина с ней встречался Потому что ему нужен секс А к проститутке он не идет Потому что он не хочет И танцево тратиться А хочет секса на халяву Чтобы еще и бесплатно А женщине это зачем? Чтобы с ней встречались Вот ради этого Нормальной женщине Если она не сексуальная маньячка Это совершенно не нужно Вы встречаетесь со своей женщиной Не ради секса Вы ее любите Она вам нравится Вам нужна именно эта женщина А где? У нее доказательства Что это так Как она может это проверить? Но ваши слова Это же не доказательства Женщина боится натолкнуться Вот на такого жлоба Который будет с ней встречаться Ради удовлетворения Своих сексуальных инстинктов И которым все равно С ней, с другой С третьей, с пятой, с десятой А что делать? Как доказать? Вот потратьте на цветы Для любимой женщины Как минимум не меньше Чем мужчина потратил бы на проститутку Вот и будет доказательство Но почему же именно цветы Спросит, может быть, мужчина Зачем дарить такую бесполезную вещь Которая сразу завянет И не останется на память Которая нет никакой практической пользы Может лучше подарить Какой-нибудь подарок Какую-нибудь вещь Некоторым людям кажется Что обычай дарить цветы Не умный, глупый Что это вещи совершенно бесполезные И зачем их дарить? Что это неправильная традиция На самом деле это совсем не так А прямо наоборот Эта традиция очень умная И очень правильная И она имеет очень глубокий смысл И большие основания И вообще, чем больше я живу на свете Тем больше понимаю Что все традиции Они возникают не просто так Они вырабатываются опытом Многих поколений Временем Не нужно от них отказываться И в числе этих правильных традиций И традиция дарить цветы Женщине Как выражение своих чувств Почему же именно цветы А не подарки? А вот потому что Некоторые жлобы Тут на ютюбе И в интернете кричат Что вот все женщины корыстные Им подарки нужны И это значит Что они то же самое Что проститутки Потому что Типа какая разница Деньги или подарки На самом деле Так думают жлобы И смысла даже нет С ними разговаривать И в чем-то их убеждать Конечно нормальный мужчина Так думать не будет На самом деле Женщине подарки Нужны вовсе не из корысти А по совсем другим причинам Но об этом в моем другом ролике Но ярким доказательством того Что женщиной движет Вовсе не корысть Является именно то Что самым желаемым подарком Для любой женщины Являются именно цветы Мужчины А не какие-то вещи Именно потому Что цветы Это вещь бесполезная От нее нет Женщине Никакой финансовой корысти Никаких материальных выгод Именно потому Что это не вещь А цветы Это только Символ выражения чувств Мужчины Доказательство их чувств Именно поэтому Женщине Они и нужны Некоторые мужчины Считают Что цветы Это вещь бесполезная И они не понимают Зачем Нужно женщинам Чтобы им дарили Такую бесполезную вещь У них нет никакой Практической пользы Их никак нельзя Применить практически Они просто Зарянуты Все Вы нормальный мужчина Не жлоб Вы готовы любить женщину Но вы опасаетесь Корыстных женщин И вы боитесь Встретиться с такой Которой будут нужны Не ваши чувства А ваши подарки А вот У вас и есть возможность Проверить Подарите ей цветы И посмотрите на ее реакцию Если лицо женщины Озарила счастливая улыбка Когда она увидела Ваш букет Вот вам и доказательство Что ей нужны Ваши чувства А не ваши подарки А если женщина Склянилась И сказала Ну зачем ты мне цветы Подарила Они быстро завянут Подарил бы лучше шубу Ну вот вам И другой вариант Женщине Которая искренне Обрадовалась Вашим цветам Можно спокойно Дарить ей шубу Дарение цветов Дает возможность Мужчине Показать женщине Свои чувства А принятие цветов В виде подарка Дает возможность Женщине Убедиться В чувствах мужчины При этом Не будучи Заподозренной В корыстности Поэтому Принято то Что в самом начале Отношений Когда люди Только познакомились И начали встречаться Мужчина Просто не имеет Права дарить Женщине Какие-то вещи А может дарить Только цветы И женщина Порядочная женщина Не может Никаких вещей В самом начале Отношений Принять Только цветы Ну и еще конфеты Опять же Почему? Потому что конфеты Это в принципе Не такая дорогая вещь Чтобы женщина Не могла Попить это самой Поэтому принятие конфет Тоже не будет Выглядеть Как корыстность Но Дело это Мужчина Оказывает Ей внимание Показывает Свою заботу О ней И свое стремление Чем-то ее Порадовать Доставить ей Радость и удовольствие Потому что В основном Все женщины За редким исключением Сладкоежки Дарить Подарки В виде вещей В начале Отношений Неприлично А в виде Дорогих вещей Ну Вообще Неуместно То есть Никакие шубы Бриллианты Там Автомобили Ну В первый месяц Отношений Это Недопустимо И никакая Приличная женщина Не примет Таких подарков Даже если Очень хочется Их иметь Вот Со временем Так Дорогие подарки В начале Отношений Будут иметь Вид Подкупа Женщины В надежде На секс И в начале Отношений Мужчина Даже не имеет Права Дорогие подарки И это Право Дарить женщине Дорогие подарки Он должен Еще заслужить Мужчина Вообще Должен Заслужить Женщину Не только Заслужить Женщину Но еще И заслужить Право Дарить И дорогие Подарки В книге Германа Гесса Степной волк Одной Из самых Известных И самых Основных Книг 20 века Есть Интересный Эпизод Главный Цветок Цветок Но не обычный Цветок Который Можно купить В каждом Магазине А какой-то Очень редкий И очень дорогой Какую-то Редкую Дорогую Орхидею Которую Где-то Там Специально Поставала Которая Стоила Вообще Каких-то Безумных Денег Просто То есть Какая-то Дорогая Вещь И Женщина Была Умная Женщина Она Все Поняла И Все Оценила И Силу Его Чувств И Поделькатность С которой Эти Чувства Были Выражены Она Поняла Это Сказала Что Да Я Поняла Ты Хотел Мне Показать Как Сильно Ты Меня Любишь Но Ты Понимал Что И В этом Случае Неудобно Дарить Дорогие Подарки Ты Подарил Очень Очень Дорогой Цветок Да Но В то же Время Это Только Цветок Поэтому Женщине Удобно И Прилично Его Принять Со Временем Когда Мужчина И Женщина Уже Давно Знакомы И Какое-то Время Встречаются Их Отношения Становятся Близкими Национально Мужчина Может Дарить Подарки В том числе И Дорогие Ну А если Мужчина И женщина Уже Жената Если Он Уже Муж Ну Тогда Вообще Все Просто Жене Мужчина Может Делать Любые Подарки Жене Может Принести Отдать Зарплату И Сказать Покупай Себе Сама Дорогая Что Хочешь Не Надо Обижаться И Думать Что В этом Случе Мужчина Не Давит Вам Подарок Если Он Сам Не Пошел В Магазин Там Не Купил И Не Привез Перевязанной Ленточкой А Предложил Вам Самой Это Купить Нет Это Тоже Подарок Там Муж Жене Может Дарить Какие-то Вещи И В принципе Ему Не Обязательно Дарить Жене Именно Цветы Потому Что Он Уже Имеет Право Подарить Все Что Угодно Муж Дарит Женщине Цветы В том Случае Если Жена Сама Этого Хочет Если Женщина Хочет Получить Подарок Именно Цветы Поэтому У Муж Жена Родные Близкие Люди Они Могут Между Собой Откровенно Договориться Что Они Друг Другу Дарят И Мужу Совершенно Удобно Спросить Прямо У жены Дорогая Что Ты Хочешь Получать В подарок Цветы Какие-то Вещи Или То И Другое Вместе И Тут Муж Должен Дарить Жене То Что Она Хочет И Читаться С Ее Желаниями Ее Потребности Если Жена По-прежнему Хочет Чтоб Ей Дарили Цветы Ну Как бы Это Не Значит Что Цветы Вместо Подарков Предполагается Что И То И Другое В общем Хороший Муж Дарит Если Она Хочет Чтобы В том Числе Кроме Подарков Ей Дарили Цветы Да Значит Нужно Дарить Некоторые Женщины Хотят Чтоб Им Дарили Цветы Просто Потому Что Они Любят Цветы Сами По Поставить Вазе В своей Комнате И На них Любоваться Это Одна Из Причин Почему Им бы Хотелось Чтобы Купили Цветы Но Это Не Единственное И Главное Многие Женщины Даже Если Они Вышли Замуж Хотят Чтоб Мужчина Подолжал Дарить Именно Цветы Хотя Понимает Что Теперь Он Может Подарить И Что Другое Просто Потому Что Они Привыкли Видеть В цветах Символ Выражения Мужских Чувств И Они Хотят Продолжать Видеть И Получать Это Доказательство Мужских Чувств В Привычной Для себя Форме В той Форме Которую Имели До Брака Чтобы Так Оно Всю Жизнь И Было И Они Будут Спокойно Муж Продолжает Им Дарить Цветы Он Продолжает Меня Любить Если Мужчина Дарит Женщине Цветы Для нее Это доказательство Что он С ней Не ради Секса Что он Ее Любит Поэтому Цветы Так Радуют Женщине Если Вам Самому Не хочется Дарить Жене Цветы Потому Что Вы Считаете Цветы Вещим Бесполезной Потому Что Они Завянут И Почти Либо Потратить Деньги Пусть На Жену На Какие Подарки Ну Считаться С мнениями Жены Придется Она Может быть Тоже Считает Бесполезными Ваши Траты На Пиво Сигареты Билеты На Футбол У каждого Свои Понятия О Полезности Бесполезности И у Мужчины Женщины Да Они Могут Не Совпадать Многие Женщины Хотят Чтобы Им Дарили Цветы Именно Потому Что Цветы Это Единственное Что Женщина Не Может Подарить Себе Сама То Финансово Самой Себе Цветы Это Как-то Неинтересно Вообще Как-то Грустно И Многие Женщины Рассуждают Так Я Хочу Чтобы Мужчина Подарил Мне Цветы Потому Что Какую-то Вещу Могу Себе Купить И Сама А Вот Цветы Сама Себе Покупать Не Будет А Почему Женщина Не Может Сама Себе Купить Цветы Если Сами По Себе И Как Какая-то Вещь Они Нужны Только Как Выражение Чувств Мужчины И Женщина Хочет Чтобы Мужчина Подарил Ей Цветы Не Потому Что Хочет Поставить У себя В доме Цветы А Потому Что Она Хочет Увидеть Выражение Его Чувств Поэтому Женщине Нет Смысла Покупать Цветы Самой Многие Успешные В карьере И Хорошо Зарабатывающие Финансово Обеспеченные Женщины Просто Мечтают О том Чтобы Мужчины Толили им Цветы Потому Что Вещи Они Могут Себе Купить И сами Как Его Куда Я Как-то Читала Одну Книгу По Психологии Семейных Отношений Одного Американского Автора И В ней Он Также Затрагивает Тему Дарения Цветов И Он Пишет О том Что В наше Время Мужчины К сожалению Так редко Дарят Женщинам Цветы Что Можно Подумать Что Единственные Существующие В мире Цветы Это Какие-то Горные Это Львейсы Которые Растут Только на Далеких Отдаленных Вершинах Гор И Чтобы Добыть Добыть Мужчинам Надо Обязательно Ехать Куда-то Далеко Добираться До Гор А потом Рискуя Жизнью Карабкаться На Горные Вершины Чтобы Их Добыть В то Время Как На самом Деле Цветы Мужчина Может Добыть Легко И Просто Просто Выйдя Из Дома И Потратив Пару Минут Дойдя До Ближайшего Цветочного Магазина Или Киоска Которые На Каждом Углу И без Всякого Риска Для Жизни Спокойно Их Там Купить И В общем Это Стоит Не Так Дорого Чтобы Ему Это Было Трудно Тогда Почему Ж Если Это Сделать Так Легко Мужчины Это Делают Так Редко Почему Мужчина Не Может Сделать Ради Женщины Даже Такую Малость Чтобы Доставить Ей Радость Некоторые Мужчины Говорят Я Не Люблю Дарить Святые Потому Что Вот Они Бесполезны Потому Что Они Завянут Это Выпрошенные Деньги Ну Я Считаю Что Лучше Подарить Подарок Значит Это Не Говорит О Моей Скупости Это Не Говорит Что Я Скупой Я Просто Практично И Разум Это Лож Это Лицемерие Как Раз Нежелание Мужчины Тратиться Именно На Цветы Это Яркий Показатель Скупости И Тот Кому Жалко Деньги Даже На Цветы Он И Подарка Не Подарит Если Мужчина Даже Цветы Не Может Подарить Женщине То Нечего От Него Ждать Чего То И Больше Дарить Женщинам Цветы Как Выражение Своих Чувств Это Такой Красивый Обычай И Не Надо От Него Отказываться Ведь Женщины Сами Как Цветы Украшают Мир И Украшают Жизнь Мужчины Ведь Женщине Так Немного Надо Чтобы Быть Счастливой Только Немного Заботы И Внимание Видите Как Им Мало Надо Для Счастья Дарите Женщины Цветы Как Символ Поклонения А Хватит Пламя Красоты Их Литься На Мгновение Но Не Погаснет Этот Цвет Сквозь Годы И Ненасти Кто Был Однажды Им С ответ Тот Знает Цел Счастье Дарите Женщинам Цветы И Молодым И Старым За То Что Зерна Доброты Дарить Нам Не Устали За То Что Много Лет Подряд Мы В их Незримой Власти Кто Дружбой С Женщиной Богат Тот Знает Цел Счастье Дарите Дарите Женщинам Цветы От Всей Души Дарите Доверьте Светлые Мечты Тревоги Не Таить Пусть Будет Снам Не Навсегда Их Нежное Участье Кто Сердце Женщине Отдал Тот Знает Цел Счастье Этими Замечательными Стихами Современного Российского Поэта Виктора Гина На которой Была написана Песня Я хочу Закончить Сегодняшнюю Беседу В гостин Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров